МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как свободный курс тенге спасает национальную экономику? Постепенно с открытыми границами произошло бы замещение казахстанской продукции на российскую. Рецепты успеха казахстанского бизнеса в непростые времена. Мы сейчас работаем с Китаем, мы сейчас начали с ними заключать контракты в юанях. Работает. Сейчас полностью переориентируемся на местопроизводителей наших казахстанских. Ничего лишнего, просто реальная экономика. Кто хочет работать, кто умеет работу поставить, тот и будет выживать. А те, кто не сумели, те многие просто отсеются. А в августе в стране не стало валютного коридора. С этого момента цену тенге стал определять рынок. В первую очередь от этого будут выигрывать экспортоориентированные отрасли. То есть это горнодобывающая, нефтяная сфера и, конечно, зерновой сектор. Вот эти два-три направления, они будут выигрывать, потому что возникает определенная разница между себестоимостью продукции и отпускными ценами. И в результате этого наши товары становятся более конкурентоспособными. С осени прошлого года казахстанцы начали скупать машины, квартиры и бытовую технику в России. Наши бизнесмены в это время несли колоссальные убытки. Если бы такая ситуация продолжилась, то ускорила бы существенная доля резервов страны. А к концу года рабочие места могли бы терять около 100 тысяч человек. Сегодня главный вопрос. Как в новых условиях будут чувствовать себя ключевые для страны секторы? Казахстанский автопром, к примеру, ждет в будущем тяжелая битва за покупателя. Мы действительно пересмотрели свою стратегию по поводу не только ценообразования, но и тех инвестиций, которые мы делаем в отрасли. И сейчас наблюдается то время, когда, возможно, нам нужно пересмотреть какие-то ключевые положения, показатели и постараться все-таки поработать именно с ценой, для того, чтобы не было никаких таких вот социальных потряслений. Потому что автомобили все-таки это барометр нашего рынка, точно так же, как и продукты питания. И первое, что появляется в интернете, это когда некоторые наши коллеги повышают стоимость автомобиля, или ее понижают, и мы всегда видим это. Поэтому здесь я считаю, что мы приняли адекватное решение. Во всяком случае, наша компания, и мы не повышаем цены, и цены на казахстанские автомобили мы будем держать на прежнем уровне. По словам Андрея Лаврентьева, нужна золотая середина. Свои курсовые проблемы на плечи покупателей производитель перекладывать не должен. И автомобиль не должен превратиться снова в предмет роскоши. Запущенная в мае госпрограмма льготного кредитования себя неплохо показала. Каждый третий проданный автомобиль в салонах мало того, что отечественный, так еще и отдан в кредит под льготный процент. Деньги финально получаем не мы, как производитель, а получает наш потребитель, который берет эти деньги и возвращает спустя какое-то время. Ставка действительно льготная. 4% годовых, я думаю, что это уникальное предложение, тем более в финге, и аналогов, конечно, этой программы нет. Поэтому в этой программе выигрывают фактически три бенефицара. Само правительство, поддерживая отрасль, давая возможности для развития автомобилестроителей. Мы, как предприятие, видя свои спросы и предложения. И, конечно, люди, которые приобретают. В сентябре во время государственного визита в КНР Нурсултана Назарбаева казахстанские и китайские бизнесмены договорились о создании в нашей республике еще одного автосборочного предприятия. Других шансов-то у китайских компаний попросту нет. Здесь и виден четкий прагматичный интерес со стороны китайских компаний к казахстанским производителям. Но мы должны четко выстроить свою стратегию, не беря все, что подряд. Нам нужно выбирать из бренда к бренду. И нам нужно четко говорить, что мы хотим производить и в будущем национальный бренд. Если автопроизводители как минимум до конца 2015-го обещают не переписывать ценники на казахстанские машины, то представители пищевой отрасли нет-нет, да и заговорят о росте цен. Есть только вопрос по ветеринарным препаратам, есть по запасным частям, которые импортные. Ветеринарные препараты однозначно – это высокотехнологичные западные продукты. Зерновые и прочие – все зависит от рынка. Может качнуться и в эту, и в эту сторону. Пока рынок стабилен. И, в общем-то, если эта стабильность сохранится на рынке зерновых, какая есть сейчас, то повышение мы не будем производить. В ближайшие несколько лет руководство Усть-Каменогорской птицефабрики будет озабочено конкуренцией не с соседями по Евразийскому союзу. Больше всего, по мнению Серега Толукпаева, надо бояться конкуренции со стороны американских производителей. Популярность дешевых окорочков снова может вырасти. Придется казахстанским производителям работать и с ценой, и с затратами, чтобы не отдавать национальный рынок. Выиграть в конечном итоге должен потребитель. Почему? Потому что у нас не на нашем рынке, где я работаю, есть большой фронт для импортозамещений. И основную фору я сейчас ставлю для себя, я думаю, и отрасль составит на импортозамещение. Владимир Староженко уже давно работает только на экспорт. За границу продает муку. Таджикистан, Узбекистан и Китай. В этих странах наш продукт ценят не столько за цену, сколько за качество. Мукамол, чтобы лишний раз не нервничать из-за курса, решил вообще отказаться в расчетах от американской валюты. Зачем нам все через доллар делать? Вот, в частности, мы сейчас работаем с Китаем, мы сейчас начали с ними заключать контракты в юанях. Работает? Нормально работает? То есть юани, они напрямую платят, мы их также продаем. Зачем они там будут доллары покупать нам в юане? Мы будем их продавать. Смысл? Аграрий сегодня ведет активное строительство и расширяет мощности. Чтобы сэкономить, переводит производство на газ. Свободный курс тенге предприниматель называет проверкой на прочность. Бизнесмены даже те, которые там надутые, а вот там сегодня здесь купил, тут продал, как говорит, наварил очень многое, сразу получил большой однодневный навар, скажем так, и убежал. То есть это время сейчас заканчивается, и экономика должна быть сейчас, она будет переживать немножко, может, с виду тяжелые времена, но на самом деле это нормальная политика, нормальное время, когда каждый, кто за каждый, кто умеет работать, кто хочет работать, кто умеет работу поставить, тот и будет выживать. А те, кто не сумели, те многие просто отсеются. Кустанайский завод без алкогольных напитков, новый курс тенге, прямо скажем, спас. Дешевый рубль грозил новому заводу остановкой до лучших времен. Сегодня цены на продукцию здесь повышать не собираются. То, что касается плавающего курса, мы, конечно, в Казахстане живем, наша валюта – это тенге, поэтому, в принципе, от курса доллара мы не зависим. Самое главное, чтобы продолжился тот же курс, но не повышались энергоресурсы. Если бензин, электроэнергия, газ останется на прежнем уровне, нам вполне будет комфортно все чувствовать. От стоимости энергоносителей зависит и конечная стоимость продукции актюбинского предприятия по производству светофоров. Сегодня этот казахстанский завод успешно конкурирует с иностранцами на рынке. Немного просели при дешевом рубле, но сейчас вновь закрывают экспортные и местные заказы. Сейчас, получается, когда рубль упал, то мы, естественно, снизили цены. Сейчас мы вернулись по камень к прежним ценам, то есть тем, которые были первоначально. Мы их очень много лет не повышали, но сейчас, когда доллар поднялся, то, наверное, придется повысить цены где-то на 10-15%. Цена продукции от Ираусского предприятия по производству электрощитков сегодня стала привлекательной для нефтяников и газовиков. За последние 20 дней нам начало поступать больше запросов. Мы начали заключать первые контракты и уже начали выпускать определенную продукцию, которую вы там видите. И мы эту продукцию уже начали поставлять на промышленные объекты от Ираусской области. Мы начали выходить на Западно-Казахстанскую область. И даже есть пробные посадки на проекты Тенгизской области. Некоторое время назад казахстанские застройщики объявили о том, что больше не используют в своих расчетах американскую валюту. Правительство и Национальный банк разработали программу по списанию существенной доли ипотечных кредитов. То есть людям просто простят часть кредитов. Конечно, не всем. В первую очередь наиболее социально незасыщенным слоям. Но тем не менее на эту программу выделяются существенные средства. И это вот я считаю помощь. По подсчетам аналитиков, цены на жилье своего минимума могут достигнуть в следующем году. Рынки недвижимости Астаны и Алматы уже просили на 10-15%. Дело в том, что банки кредитуют сегодня, я бы не сказал торговлю, а занимаются выдачей потребительских кредитов не потому, что они хотят этим заниматься. А потому, что та экономическая ситуация, которая складывается сегодня в финансовом стихе, вынуждает их так поступать. Для того, чтобы кредитовать малый бизнес или вообще бизнес, необходимы долгосрочные ресурсы. То есть так называемое долгосрочное, среднесрочное фондирование. У корзанских банков есть деньги, но это деньги в основном короткие. Поэтому они просто вынуждены прикредитовать наименее рисковые, мелкие и достаточно краткосрочные кредиты, связанные с потребительским кредитованием. По мнению Берека Баишева, главного редактора журнала «Банки Казахстана», финансовые институты страны вряд ли сегодня получат широкий доступ к так называемым длинным деньгам. А потому и ипотечные кредитования будут переживать, возможно, не лучшие времена. Банки сегодня действительно находятся в таком сложном положении, потому что свободно плавающий курс валюты не дает им возможность эффективно прогнозировать свою деятельность. Ведь вы поймите, что такое кредит. Это большой срок. Это надо сегодня принять решение, а результат ты получишь, допустим, через три года. В случае ипотеки через 10 лет. Такого уровня прогнозы в условиях высокого свободно плавающего курса практически невозможно сделать. Поэтому, конечно, банки будут крайне осторожно воспринимать вот эти вот идеи о выдаче тенговых кредитов. И в первую очередь, конечно, они будут кредитовать известных клиентов, имеющих положительную кредитную историю. Некоторые эксперты прогнозируют рост строительства жилья эконом-класса. Как следствие, увеличится и объем производства домостроительных комбинатов. Полностью переориентируемся на местопроизводителей наших казахстанских. Это как Кастинг, Демиртаусские заводы, цементные наши, карагандинские заводы, восточно-казахстанские. Так как они стали уже сейчас конкурентными способностями, мы уже полностью на них переориентируемся. Станет ли недвижимость доступнее или казахстанцам придется подождать? В решении жилищного вопроса покажет время. В фонде Дому в ближайшее время ожидают рост аккредитования малого и среднего бизнеса. Средств для финансирования достаточно. Я могу официально заявить, как председатель правления фонда Дому, как член совета директоров, что никакого сокращения объемов государственной поддержки в ближайшие 2-3 года не планируется. Поэтому все, кто планирует, все, кто находится на стадии рассмотрения заявок, все, кто сейчас проекты рассматриваются на РКС, либо идет заключение договоров субсидирования, могу вам четко и точно изложить, что никакого сокращения объемов не будет, будет увеличение. В Караганде через две недели откроет свои двери частный детский сад. Предприниматель Гульнара Смаилова признается, подкупает не только гарантированный спрос и прибыль, но и тот факт, что земляки обязательно скажут спасибо. Такая вот гражданская позиция. Гражданская позиция таких предпринимателей, которые идут на, ну где-то, может быть, не то, что выбыток, но не совсем, не ожидая большой прибыли, но, по крайней мере, они знают, что это когда-то им воздаться с Торицей. Будем говорить так, в казах уже как говорят, синий пасад, куда идут кальтадо. Наверное, вот здесь тоже какой-то вот есть принцип, что что-то должно остаться после меня. В стране на больших стройках экспо и десятках индустриальных объектов в республике наблюдается высокий дефицит спецтехники. Подъемники, манипуляторы, сверхмощные краны, сплошь иностранцы, да еще и стоят заоблачных денег. Бизнесмен Арман Жумашев сначала активно продвигал аренду подобной техники, чтобы строительные компании экономили деньги, а сегодня уже ищут земельный участок в Истане под строительство сборочного завода. Сделан у нас будет как минимум вдвое дешевле привозного. При этом иностранные компании также заинтересованы в сборке на территории нашей страны. Пересмотрели наши цены. Да, мы покупаем с Европы очень много комплектующих. Вся техника у нас из Европы. В связи с чем, наверное, мы ускоримся в строительстве нашего сборочного цеха, потому как у нас есть все возможности собирать здесь технику и производить ее. Пусть это будет начало с малого производства, но это, я думаю, еще один шаг в основном развитии. Современная техника – это прежде всего существенная экономия, но отечественные компании по старинке используют строительные леса. Как вы знаете, статистика не так хороша, как хотелось бы. Падение с высоты есть, травматизм у нас есть. И строители зачастую не учитывают тот момент, что они теряют больше на простоях, когда есть чрезвычайная ситуация происходит. Проводя презентацию, мы, конечно же, показываем, насколько это дешевле выходит и насколько это безопасно. Подорожавший импорт должен помочь казахстанским производителям стать ближе к потребителю внутри страны. В республике десятки направлений, где от иностранного мы все еще зависим. Надо лишь поддержать отечественных бизнесменов. Ведь во многом благодаря именно этим людям можно преодолеть любые трудности. Субтитры создавал DimaTorzok